ой слушайте настроение вообще тут не было чё-то дня два назад опять у нас родственница умерла троюродная сестра наша около 50 лет ей было сестра на к за которой ухаживала жизнь у девчонки тяжелая вообще было вот несчастный случай так скажем я не буду рассказывать какой в общем поиздевались над девчонкой и не выдержала психика и на инвалидности была вот со скольки с 20 с чем-то лет и вот все так вот закончилась совершенно конечно не вредная такая добрая благодарная как обухом по голове как всегда но попала в больницу с коронавирусом я говорила вообще никуда не ходила можно сказать дома сидела приходила к ней женщина которая не болеет коронавирусом и не болела и где она его подхватила вообще непонятно совершенно но видимо где-то все равно подхватила 70 процентов у нее были поражены легкие представляете но умерла она не от этого от тромба оборвался тромб но после больницы и опять у нас тут тоже дальняя знакомая также заболела коронавирусом и тоже умерла в больнице и удивительное дело люди почему-то очень много умирают именно в больнице или выписались и что-то там нарушили вот это лечение у них и все и они умирают кто от сердца очень часто от сердца видимо такая доза вот этих антибиотиков им вкавывается что организм не выдерживает и это какая-то загадка или что я вообще ничего не понимаю в этой болезни этого века и не могу понять то ли бы люди дома остались и остались живы то ли действительно он так поражает сюда что даже в больнице не могут спасти в общем вообще это очень все непонятно очень странные люди которые из дома не выходят они почему-то заболевают меня знакомая даже рассказывала что когда только началось это все сидели дома же все там в россии и ребенок вышел погулять пришел домой заболел коронавирус просто вышел во двор погулять в общем все это так странно это очень странные когда тебя нету ответа на вопрос то у тебя в голове мест какой-то ты ну не понимаешь неизвестность вот это она не дает тебе ответа и не дает какого-то логического объяснения всему всему что ты видишь вокруг себя вот ехала заправляться сейчас опять офигею от цен просто офигею вот у меня три деления осталось и обычно я где-то заправляла 25 долларов 30 уже у меня не влазим я таких машин вообще шоке они огромные это просто ужас так восемьдесят седьмой я всегда заправляю ну вот пошло поехало сейчас посмотрим сколько набежит вот я в шоке у меня бы уже в нормальные времена когда бензин стоил дешево у меня бы уже все отключилось он бы наполнился офигеть 30 долларов уже я в шоке я говорю когда первый раз увидела дручу такое почему у меня бак больше стал его но машина я и бензин это вообще обалдеть 40 долларов три деления это просто 6 я 40 долларов на сухой бак заполнял 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 до у меня был офигеть у меня другого слова нет вот и продолжу видео и ну все что там произошло это лет 20 назад было и это наши сестры по отцовской линии дядя есть и вот понимаете но это все там он был свидетелем все что там произошло чем это все закончилось и как это все продолжалось и он вот всю жизнь помогал своей племяннице и вот ее маме и когда у них и не было там за квартиру заплатить он платил огромные суммы но для россии это приличные деньги там по 70 тысяч и больше потому что ну в бедственном положении они были как раз тогда мы вообще не общались много лет лет 15 лет десять наверное меня сестра юлька дружила с ней в детстве я то нет я уже старта постарше было поэтому у нас возраст не совпадал и вы знаете я поражаюсь насколько вот человек который живет за границей как он на ней заботился и не ни разу не было ни одного месяца чтобы он проколол там я имею ввиду материальном плане чтобы не прислал ей деньги на лекарства не оплатил какое-то лечение сделал деньги дал на ремонт в квартире постоянная вот эта поддержка чтобы женщина которая следила за ней приходила каждый день оплачивал всегда и это конечно я не представляю как бы она жила если бы у нее не было вот этого дяди я вообще не представляю вам честно скажу как живут у нас люди с инвалидностью которые которым необходимы лекарства которым необходимо продукты покупать куда-то там ходить те же зубы лечить это все стоит такие деньги и на ту пенсию которую платят это просто невозможно жить мне кажется я не представляю как люди это выживают потому что сейчас была ситуация когда с коронавирусом перестали поставлять какие-то лекарства там какая-то часть бесплатно выдаем выдается какая-то часть платно и не было бесплатных этих лекарств и это же платили большие деньги вот ее и сестра у меня ходила выкупала их и все это благодаря вот родственнику который за границей живет естественно что человек там добился многого в жизни это не тот человек который живет тут за границей сам еле с концы с концами сводит самому бы выжить именно как бы умный мужчина такой я говорю я опять подумала о том как вообще выживает у нас тут пенсионеры люди которые не могут двигаться там ломают шейку бедра на инвалидность то какую-то попадают и вот приходится родственникам ухаживать и это мне кажется до таких доходит нервных срывов когда родственники не могут ухаживать это же ведь нужен медицинский контроль за такими людьми я имею ввиду если какие-то там вот даже вот это перелом шейки бедра многих кто-то под себя ходит кому-то нужны уколы ставить там лекарства принимать кто-то живите каждый уже пожилой человек со своим там характером у кого-то болезни альцгеймера у кого-то там уже памяти недостаточные люди как бы не вменяемые и это у нас все ложится на плечи родственников и конечно это получается человек страдает и родственники так вот опять поворачиваясь вот сюда к этим осуждениям о сдали там дом престарелых как не стыдно так ведь там же медицинская поддержка там ведь человеку достойный уход делают он не лежит там своем этом белье немени нам целый день потому что родственники все на работе поэтому конечно вообще так вот когда посмотришь как живут люди у нас вот без материальной поддержки и поддержки от государства это очень тяжело очень